здрасте друзья мы с вами на канале это он тв программе с большой буквы меня зовут марк горин со мной студии мой очень интересный собеседник прошу любить и жаловать свимаген в настоящее время старший сотрудник институциональной безопасности в свое время чрезвычайно полномочный посол государства израиль в украине и россии здравствуйте здравствуйте марк скажите честно вот вам само поднять саму это вот как это фонема как говорят феологи фонема хамас она аббревиатура она вам не надоело вот я вам скажу честно вот я так сижу все это слушаю и думаю мы очень серьезное государство представленное в оон самое сильное государство военно-целинга близне-востоке ну там лунную программу создаем четвертые в мире очень израиль вообще о чем мы говорим с такой медицинской и мы сидим и думаем запустят эти не отмытые ракету или не запустят у нас железный комплекс работает у нас один выставленный комплекс стоит дороже чем все какие-то вместе взятые его сидим иду подожгут они нам территорию не подожгут ну да объяснить есть надоело вам не надоело почему они до сих пор мы начнем с фактов это парадокс нашего поколения ну и последних пару поколений потому что в конце концов это не только у нас это угрожает и мощным государством типа соединенные штаты напоминаю это железнице они так террор арабский террор и лететь а исламский террор если хотите есть и все против него вооружаются и себя очень осторожно и адекватно ведут в европе постоянно присутствует этот исламский террор и в россии а что такое была чечня а что мы не есть все эти все это противостояние против этого исламского террора это и смотрите какие державы потому что действительно против террора вооруженные силы держав включая израиль мало эффективны нужно так или иначе решать вопрос более комплексным подходом и надоело правда но факт у нас остается факт хамас есть террористическое образование которое ну то что называется террористическим противостоянием или террористической деятельностью пытается достичь своих целей но ему пока это мало удается но 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 держать израиль в напряжении мешать нормально жить и работать ему то да удается израиль нашел до данного момента или находит до данного момента те или иные возможности сдерживания этого неадекватного так сказать соседа но вопрос постоянно поднимается заново и находится на повестке дня что с ними делать как решать этот вопрос окончательно и если возможность решить его окончательно я вижу вы хотите прошу прощения ты просто хочу так сказать нашим зрителям как-то призвать обстановку ну даже девять и одиннадцать я уже не говорю о там отвратительных ну в общем-то единичных случаев это те или иные страции террористического подполья ну с этим борются спецслужбы есть есть как болезнь ну хорошо неважно а ну и есть да чечня эта территория россии если не надо было разобраться и россия в конце концов разобралась она показала что с этим делать очень в данном же случае мы имеем по ладно нас они египет родной шантажируют аль сиси ненавидит хамас которые эти родственники братья мусульман прямые больше чем мы потому что кроме террора здесь присутствует еще другой вид и так сказать и давление это общественное мнение международное общественное мнение которое мобилизовано против израиля это им удалось только хамас это другие тоже очень активно принимали участие в создании и задействовании этого давления на израиль но сегодня я не знаю больше ли часть европы или половина но они оказывают давление на израиль ввиду этого неадекватного поведения по отношению к этим бедным террористам поэтому тут нет просто что делать или нет в чечне это вопроса по моему этот вопрос не стоял на том уровне сумели там деликатно но отодвинуть оттуда и прессу сми имеется ввиду и не 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 за заручились или сумели обойти вот именно этот аспект международного политического давления которые которые не сумели обойти в свое время другие государства это не только израиль не хочу напоминать другие поэтому тут вопрос как себя вести соответственно убрав это препятствия с одной стороны и не вызвать праведный гнев всех там борцов за справедливость извините пожалуйста египет если я правильно понимаю этот расклад этого прессианса спит и видит чтобы мы отдали обумазан эту возможность самому с ними разобраться пусть это европа или там между ними там наводит единственное кто этого не дает сделать это мы это не так во первых обумазан не в состоянии там разобраться с помощью египта египет не хочет туда вступать египет готов так сказать помогать в процессе перегоров но не хочет не хочет лезть в газу как говорим и израиль говорит берите себе целиком и полностью вроде бы есть такие идеи потому что они были у солдата ларда вроде бы мазана проблема с газой потому что газ вообще угрожает и этого выжидает практически да захватите власть она себя рассматривает как потенциальный или практик практически лидер палестинского народа везде на всех территориях и в этом отношении вымазан держит это выдерживает дистанцию а теперь все эти игроки которых мы помянули включая иногда египет в прошлом всегда египет и другие арабские государства их частности обумазан они все оперативно орудуют на этом поприще если мобилизации давления на израиль по любому адекватному недвarto поэтому тут вопрос давлений а тут не вопрос возможности возможности решить этот вопрос технически ликции говорить кинетика физически да уничтожить а много не дерут на себя такую такую ответственность или такую такую такое решение которое так или иначе и оставит за Израилем действительно очень неприглядный след, от которого уже не отмоешься. Поэтому Израиль предпочитает не уничтожать население, не трогать население, ведет себя очень осторожно и адекватно по отношению ко всем ведущим себя, скажем, очень активно деятелям тех или иных группировок и так далее, на минимальном уровне реагирует. Надеюсь, что со временем будет спад этого накала и так иначе смеют найти общий язык и договорятся. Или палестинцы между собой договорятся. Хочу напомнить, что вероятнее всего это предложение Трампа о сделке века в каком-то мере включает, наверное, и этот аспект тоже. Поэтому желательно, чтобы другие участвовали в решении этого вопроса. Их должны мирить сами арабы или исламские государства. И еще один аспект тут присутствует, его следует упомянуть в конце концов. Это давление не только культурного европейского общества, это давление исламского мира, который полностью мобилизован на стороне именно этого Хамаса и палестинского противостояния. Если вы серьезно, мне кажется, что он никому, кроме нас, не нужен. Ни Саудам, ни Египту, ни Бахрейну, никому. Кроме, может быть, Ордогана, у которого тоже братья-мусульмане. Это очень как нужен, потому что в этом исламском мире идет борьба. Идет борьба за лидерство мусульманского мира. Есть такое понятие. Есть ли кто из них... Катар. Катар, да. Не только Катар. Я хочу напомнить, начиная с Насара, продолжая Каддафи, продолжая Саддам Хусейн, продолжая Асадам Старшим. Все они хотели лидерства в арабском или потом в мусульманском мире, чего хотите добиваться Иран, в конце концов, того же. Только Иран заявляет, что теперь мы не арабы, мы хуже, но теперь хотим объединять весь мусульманский мир. Нужна какая-то общая идея... По чинским флагам. Нет, это само собой. Нужна идея, под которой можно мобилизовать поддержку других. Например, нужен противник. А это Израиль. Это Израиль. Это та же идея нацистов, антисемитизм. Нужен противник. И в этом отношении, например, турцы, которые подключаются к этому, так сказать, забегу, да, этой конкуренции за борьбу, за лидерство Ардуан, Ардаган фрусский, да, хочет так или иначе тоже по муперенству, и в этом отношении он тоже поссорился с Израилем. Дружить с закрытыми друзьями своими персами. В этом контексте любой конфликт, мелочный конфликт, неразбериха, который переведется, например, на Хромовой горе, да, они сразу поднимают весь мусульманский мир против Израиля. Поэтому игра с этим Хамасом должна вестись, и она ведется очень осторожно. Только когда нет выхода, когда есть явные доказательства, что они намерены что-то сделать, или уже что-то делают, Израиль реагирует. Но так зачем ссориться со всеми, если, может быть, когда-нибудь сумеют успокоить это не этой ценой. Брать их силой, завоевать территорию, потом успокаивать, не знаю, полпланеты, не знаю, по каким соображениям или какими аргументами, это тоже непросто. И потому что с ними делать, допустим, мы уберем руководство. Ну и получаем в подарок 2 миллиона злых и голодных палестинцев в Газе, которые чего-то там хотят, и теперь надо им руководить. Мы уж там были. Нет, понятно, мы не должны руководить. Дайте ему Абумазину, дайте ему немножко денег, дайте ему полицейские бронемашины. Он же хочет. Он не хочет, чтобы это было сигнус, не хочет въехать в Газу на израильских штыках, что называется. Это другое. А на чьих? Это другой вопрос. На египетских он готов, на американских, может быть, надо как-то утрясти это дело. Может, где как-то можно уговорить Египет? Они сами себя завлекли в это болото, вот противостояние Израиля. Теперь все решения или все предложения, которые можно предложить, они так или иначе плохо реагируют. Это понятно. Какое-то такси, токсичное, сейчас говоря так же. Ну и в этом отношении, даже теперь, они наказывают нас, наказывая себя, например, в Газе. Они бастуют, они голодают, они поднимают восстание друг против друга каждый раз заново. Только за последний месяц, за месяц, пятый раз, уже вроде бы, мы немножко успокоились, мы почти, ну, не дружим, конечно. Ну, там, передаем катарские деньги, мы молчим, мы, как бы, закрываем глаза на всякие фольерные штыки, извините за французское выражение. Вот, за мой французский. Вот. Они не могут, они должны своему населению сказать, что нет, они устраивают очередной теракт. Ну, я не знаю, кроме этого, они еще торгуются, со всеми, и с Израилем тоже. Да. За, так, давайте, мы готовы принять ваше, так сказать, вы сдаетесь, мы Израиль, да, мы принимаем капитуляцию, и за это согласимся жить в мире. Ну, вроде так, они должны. А, ну да, они должны своему народу сказать, что они победили. Да. Ну, это не впервой, конечно, но вот так себя ведут. Ну, они, так или иначе, это как-то утрясется, но как, есть несколько возможностей, вариантов. Как-то это утрясется, я в Израиле меньше, я думаю, немножко, но уже тоже 27-й год. Вот это вот как-то утрясется, я слышу, с момента приезда. Смотрите, если не будет поддержки извне, если весь, так сказать, все международное сообщество, как в прошлом, перестанет поддерживать именно эту, якобы, борьбу. Палестинского народа или других, там, я не знаю, требующих чего-то от этого справедливости, то можно договориться. Оставшись в закрытых, так сказать, в закрытых условиях или вне контакта с поддержкой глобального масштаба, договорятся. Но когда есть вот такая игра, и все их оплачивают, и все их поддерживают, и все хотят быть участниками, то это сложно. А как я говорю, все, включая все, включая Россию тоже, например, все государства, ну, все державы в любом случае хотят быть участниками этого процесса. Потому что серьезный мировой процесс, держава, которая не участвует в таких проектах, она не считается державой политической, да. И поэтому у всех, это включает европейцев, это включает и китайцев, которые тоже готовы поучаствовать, и тем более Россию. Ну, Соединенные Штаты никому этого не отдают, они сами теперь готовы решить этот вопрос. Так что между ними тоже идет разборка. Так что надо выждать соответственных условий в мировой общественности и решать это на месте. Если дойдет до вооруженного конфликта, то, ну, разберемся. Очень много лет назад, мне просто это воспоминание греет душу, очень много лет назад еще при премьер-министре Рабине, да будет память о нем, Доброй и Светлой, пытались дружить, значит, как-то соотноситься, и Рафат принял группу русскоязычных журналистов. Я был захинут в этом составе, и я его спросил, вот я спросил у меня в этой пресс-конференции маленькой, я говорю, а почему же вы терпите Хамас? Он говорит, я терплю, буквально. И вот зритель, может быть, должен быть, я терплю, я их уничтожаю. Я говорю, почему же мы этого не видим? Он говорит, потому что я это делаю ночью. Если бы я говорил с евреем, я бы решил, что это анекдот. Но я говорю, не с евреем, я говорю, дословно. Уже они надоели здесь всем. Не только они, но они тоже, да. И терпят, да. Горит наш юг, который продолжает голосовать за Ликут, который позволяет им гореть. Горит весь Ближний Восток, потому что существуют те или иные элементы, которые хотят или дорваться до власти, или сменить порядок, или достичь чего-то либо на личном, или на каком-то политическом, или религиозном уровне. Так что в этих контекстах ничего тут нового не происходит. Это еще одно отфлетление этой региональной, не хочу сказать, глобальной проблемы. В этом контексте, наверное, весь Ближний Восток надо успокоить, ни у кого пока не получается. Хочу напомнить, что Россия уже успокаивает Сирию, который год. Я уже не говорю о других. Американцы тоже тихо хотят отсюда уйти, потому что в конце концов никого успокоить не получается. Просто мы обречены, это такая доказательство за наши грехи, это вечный, так сказать. Или надо им дать доразвиться и достичь определенного уровня, на котором они могут сами решать свои проблемы, не сводя с ума регион или весь мир. Дело такое, если долго не лечить, то может плохо кончиться. Это уже есть признаки злокачественной опухоли. Ну давайте поставим это, так сказать, в соответственные пропорции. Смотрите, в конце концов они тоже достаточно осторожно себя ведут. Они буянят, они, да, но им понятно, что переходя определенную черту, они просто вызывают огонь на себя и ничего не получится. Как только ихний этот, невальный кинул сапоги на путь управления ракетами, и она оказалась на Тель-Авиве, они тут же закричали, нет, нет, няденька, это не мы. Это вообще, может, не даже, потому что они понимают, что есть вещи, которые они переходят, что это может плохо кончиться. Ну, трудно с ними жить, но все же пока получается нормально, относительно, конечно. Лучше, чем, например, было вести войну с целыми армиями соседних государств, например, напоминаю, было тоже. Египет, только Египет шел четыре раза войной на Израиль, полностью используя вооруженные силы, не так, а бы каких-то там террористов. То есть сама Сирия и с другими тоже. То есть мы выбрали не то наименьший изол, не то не совсем наименьший, но не самое большое. Ну, можно с этим, трудно, но можно с этим пока сосуществовать определенный период. Перевысят свои, скажем, там, не знаю, перевысят терпение. Я знаю, что меня осудит руководство канала. Тогда давайте им будем. Я, нет, не могу. Я честно дал себе слово не упоминать сакраментальное понятие выборы в нашем разговоре. А вот если придут генералы, ихние звезды, ихние звезды, им позволят тоже вот так терпеть происходящее? А что, впервой? А? А что, впервой? Я? Ну, видите, смотрите, сколько генералов уже было. Один при мне, я его, я у него служил, допустим, Шаром, будучи премьером. Но не он ли ушел из газа, будучи большим генералом? Он ушел. Ну, а Арабин не был начальником генштаба и так далее, и так далее. Все они ведут себя адекватно, они имеют никакого, ничего общего не имеют с их военным прошлым. Так это. Иногда они как раз более осторожно ведут себя, чем гражданские политики. В общем, друзья, значит, дело так. Теперь я вам скажу. Я вам ничего, я не понимаю. Белслово, я понимаю, в этом меньшее мое совместение. Это даже не сравнить масштабы нашего понимания. Но я вам скажу, как я это понимаю. Я понимаю дело так, что ничего хорошего я вам пообещать не могу. Здесь нет оптимистической ноты. Пока, пока. Это вы сказали. Вот, похоже, что значит, пока. Это как бы, нет ничего более постоянного, чем наши временные трудности. Вот, боюсь, что мы вот эти временные трудности от нас не уйдут, пока мы сами с вами не скажем нашему руководству, что нам это надоело всем. Не только вот мне и моему совместению. А нам всем это надоело, ребята. Хватит, да? Все тебе с вами согласен. Да, вот, вот теперь вот я как бы сказал все, что я по этому поводу думаю. И давайте до следующего, до следующего раз ничего не изменится. До следующего месяца. Ну, в общем, надежда умирает после. Спасибо. Всем, кто был с нами в эти минуты на канале Итон ТВ.